Всем привет! Это не урок номер 10а, это дополнение к 10 уроку программирования Roblox Studio на языке Lua. Я забыл во время урока рассказать, как поставить плагин, с помощью которого можно изменить положение инструментов в руке, чтобы они более естественно как-то держались. Особенно это касается, наверное, оружия с рукоятками, с курками и так далее. Ну, фонарик тоже можно сделать, чтобы сидел в руке более симпатично. Так, ну хорошо. И еще я расскажу, как сделать вещь, которая показывает на экране какой-то интерфейс с кнопками и с менюшками. Про сами кнопки и менюшки отдельный урок будет, поэтому на этом я не буду сильно останавливаться. Так, ставим плагин. Плагин будем искать по имени. Итак, я нажал вкладку плагины, нажал кнопку Find Plugin, найти плагин. Так, здесь у меня плагины выбраны. Набираем вот здесь текст. Это браузер встроенный, открывается в Roblox. Очень важно ввести правильно. Tool, Grip. Tool, Grip. Так, можно тут крупнее не делается, извините. Tool, Grip, Editor. И плагин. Enter. Вот сейчас нашло правильный плагин. Иногда находит другой плагин. Как проверить, этот плагин или нет. Подводим курсор. Во-первых, у него такая иконка. Во-вторых, видим автора. Clone Trooper. Ну и там 10-30, по-моему, цифры. Все. Нажимаем на этот плагин. Нам он нравится. Так. Мне написано, что у вас такая вещь уже есть. Конечно, есть. Дело в том, что у меня Roblox установлен на трех компьютерах. На каких-то компьютерах уже установлен плагин. На этом нет. Нажимаем Install. Все отлично. Закрываем окошко с плагинами. А, вот здесь появился Tool, Grip, Editor. Нажали этот Tool, Grip, Editor. Ничего не изменилось. Как же им пользоваться? Оказывается, нам нужно выбрать инструмент, который мы хотим менять. Да, ребята, это весело, конечно. Так. Ну, в общем, не пугайтесь, если у вас такая штука произойдет. Это не ваш главный герой, во-первых, показан. Это глючит плагин. Что мы делаем? Закрываем Roblox Studio. И запускаем еще раз его. Не дай бог сейчас заглючит, придется еще раз запускать урок. Но в любом случае, когда какие-то глюки происходят, лучше вам посмотреть видеоуроки, чтобы вы сами знали и не пугались, что тут такое. Мне кажется, сейчас плагин будет нормально инициализирован. Да, здесь у меня всего два инструмента. Смотрим плагины. Есть ли у меня тот плагин. Вот он, Tool Grip Editor есть. Отлично. Выбираем инструмент, фонарик. Tool Grip Editor. Вот он у меня показал. Человека. Мне нравится. Все отлично работает. Итак. Оранжевые сферы. Это движение вверх-вниз. Если вы хватаете. Так, ну тут тяжело хватить. У меня почему-то поворот хватается. Да. За краешек берем. Давайте поближе попробуем подъехать. Итак. За оранжевые сферы можно ближе дальше в руку. Давайте повернем теперь за красную сферу, чтобы фонарь светил вверх. Это, конечно, не очень удачно в игре, но тем не менее вы увидите результат. Все. Достаточно запустить игру. Уже все настроено. Теперь, если сохраните игру, то у вас вот фонарик, видите. Мы его включили. А свет все равно идет вниз. Почему? Потому что у нас не из 3D модели идет свет, а у нас есть рукоятка Handle. Вот она серая. Из нее как раз свет и идет. Ну, я доволен результатом. Не тем, как выглядит фонарик. Кстати, можно сделать и, например, факел TorchWord. Уже будет более натурально выглядеть. Также вы, когда собираете какой-нибудь светящийся прибор, вы можете не только рукоятку добавить к этой модели. Вы можете добавить еще одну скрытую деталь, из которой будет у вас исходить свет. Я мог добавить куда-нибудь внутрь сюда деталь, параллельный вид какой-нибудь. Ладно, хватит про этот плагин. Плагин поняли, как найти, как поставить. Все хорошо. Останавливаем игру и делаем GUI. Graphical User Interface. Так, отключили этот плагин, чтобы этот человечек у нас здесь на экране не маячил. Фантомный этого человечка нет, но... Так, идем в меню Home. User Interface. Нажимаем кнопку. Появляется вкладка User Interface. Ну, никаких интерфейсов у нас нет, поэтому создадим один. Щелкнули на Screen. Screen GUI. Я сразу переименую. Переименовываю, потому что, ну, не люблю я, когда народ путается в названиях и оставляет стандартные названия. Вот пусть будет MyGUI. Так, теперь в этом MyGUI, он у нас сейчас текущий, он у нас разрешен, мы можем выбирать какие-то элементы на экране. Frame – это подложка разного цвета, можно полупрозрачную сделать, например, затемнение экрана. Скралирующийся фрейм – это такой фрейм, на котором кнопки и текст, но он не умещается весь на экран. И справа такая полоска, бегунок, можно двигать вверх-вниз. Возможно, это удобно. Если вы хотите давать задание в игре, например, описание миссии, чтобы это описание не закрывало все игровое поле. Так, дальше. Text Label – это просто текст, чтобы на экране показывался. Например, сколько у вас очков набрано. TextButton – это текстовая кнопка. Вот давайте текстовый button сделаем. Мы ее назовем. Это не название, это текст, который на ней отображается. TextButton – это текстовая KN1. Размер, конечно, можно у нее менять. Так, курсор, когда с нее ушел, я не... А, теперь как будто идет эмуляция. Как в игре, я вот подвожу курсор, и она может нажаться. Но я не могу менять ее размеры. Что нужно сделать? Нужно выбрать TextButton. Видите, мне уже показывают ее размеры. И я могу снова... Я выбрал ее справа в Explorer. Так, я могу ее размеры менять. Так, и надо ее переименовать. Например, Rename. На самом деле, не важно, текстовая кнопка, не текстовая. Когда вы в игре будете пользоваться текстовой или графической, можете им названия давать, ну, не одинаковые, а убирать оттуда слово текст или имидж. Имидж – это значит кнопка с картинкой. Так, еще раз переходим. MyGui. Так, ImageLabel – это просто картинку разместить. Вот давайте ImageButton. Размещаем кнопку с картинкой. Как туда поместить картинку, вы, наверное, знаете. Toolbox. Выбираем Images. Любые-любые кнопочки. Теперь любые картинки, например, выбираем вот эту, правая кнопка. Copy AssetId. Перейдем опять в ImageButton. В свойства ее. И вот здесь у нас написано, нарисовано, точнее, вот Image. Какая у нее картинка будет. Вот такая будет. Также можно выбрать цвет картинки, который будет под картинкой. Цвет самой кнопки, подложки. Ну, понятно, всякие смещения и так далее этой картинки. Дальше можно дополнительно еще одну картинку загрузить, которая будет отображаться во время нажатия на мышку. Ну да, когда кликаете кнопкой мыши, то на экране отображается, будто бы у вас кнопка надавлена. Так, ну еще есть вот Cover Image. Это когда вы просто проводите мышкой по кнопке. Кнопка тоже может как-нибудь меняться. Тоже, наверное, видели, что типа... Если вы нажмете, то это... Кнопка как бы говорит вам, что... Сейчас курсор на мне. Если вы на меня нажмете, то я нажмусь. Ладно. Пусть такое GUI будет. Простенькое. Теперь мы его должны как-то отключить. Вот. Enabled. Если у нас Enabled включен, если мы запускаем игру, то у нас это меню останется у текущего игрока. Будет оно видно. Видите, оно мешается. Я на кнопку нажимаю, ничего не происходит. Но про кнопки это либо в прошлых уроках, посмотрите, где там вращающийся мост был, либо будет отдельная тема. Стоп. Останавливаем. Итак, Enabled наше меню. Умираем. Убираем. Теперь давайте создадим инструмент. Еще один. Который у нас будет включать и выключать это меню. В принципе, я ему рукоятку никакую не буду создавать. Давайте я только проверю. Без рукоятки у нас же можно активировать инструмент. Да, можно. Активировали, деактивировали. Если добавите Handle, как в 10 уроке, ну это пожалуйста. Я просто время сэкономлю. Так, теперь давайте в Tool добавляем Local Script. Я скопирую скрипт, чтобы не набирать все с нуля. Local Script скопировал из фонарика из нашего. Сейчас сотру лишнее здесь. Хэндла у меня нет. Рукоятки, поэтому это тоже лишнее. Так. Ну и надеюсь, я сейчас по памяти без поиска в Help'е все сделаю. Итак, дело в том, что все интерфейсы нужно помещать в Local Script. Local Script это персональные скрипты, которые для текущего подключенного игрока запускаются. Если бы мы что-то делали в обычном скрипте, серверном, то в принципе можно было бы как бы сказать в общем работа этого скрипта могла распространиться на всех игроков подключенных. А так можно и дублировать вещи, и всякие другие делать ненужные ошибки. Так. Как нам теперь добраться до нашего до нашего графического интерфейса? Дело в том, что если мы запустим нашу игру, мы увидим, что стартер так, стартер GUI в Players и в нашем Local Player вот, Player GUI вот этот GUI из нашей папки он был скопирован сюда. Теперь мы его можем разрешить. Видите как? Мы не можем с этой стартовой папкой ничего делать. А когда подключается игрок на сервер, содержимое вот этой папочки копируется в Player GUI. И видите, название изменилось. Как добраться теперь до вот этого MyGUI, чтобы мы его могли включить? Ведь у игроков может быть разное имя. Все предусмотрено. Когда мы пользуемся Local Script, мы можем сделать так. Будем писать здесь. Он и крипт. ЛОКОЛ 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 Л знаешь bill Лoug. Лога Льава Л ons надеюсь я не ошибся ошибся так давайте output включим чтобы видеть произошло вообще интересно у нас без рукоятки будет работать я про это не знаю инструменты без рукоятки работают так я создал деталь переименовываю ее handle handle и перетаскиваю в наш новый тул запускаем все отлично ну она мне говорит что локал плеер гуи с маленькой буквы понятно видите я себе посмотрел как правильно пишется сейчас ребята вот еще у вас на компьютере все это будет работать превосходно а если вы будете публиковать игру то придется добавлять всякие ожидания ожидания подключения игрока появление вот этой папке my гуи в папке player гуи дело в том что когда вы подключать это все происходит не мгновенно если не добавлять такое ожидание появление ну все на этом наверно урок заканчиваем врагу и про кнопки будет тема отдельно вот надеюсь вам если что пересмотреть это видео еще раз вопрос к ей не зададите в комментариях вот помните да как выбрасывать вещь backspace выбросили выбросили все на этом все подписываемся колокольчик лайк всем рассказываем до свидания